Независимая студия Mount & Top, состоящая из ветеранов Respawn Riot Games и Bungie, представила свой первый соревновательный условно-бесплатный шутер Spectre Divide. Из череды других подобных игр в Spectre Divide кое-что будет значительно выделять. И это не только салшейдинг графика. Нам обещают довольно интересную, хотя пока не до конца понятную, систему управления двумя персонажами сразу. То есть, перед выходом на арену нам выдадут сразу двух героев с разными характеристиками, и побеждать в матче против другой команды нам придётся по очереди переключаясь между ними. При такой технологии на карте фактически может быть одновременно двенадцать героев, управляемых двумя противоборствующими командами по три человека. Вторая особенность игры в том, что заранее подготовленных персонажей тут не будет. Вместо этого вам предоставят возможность настроить во внутриигровом конструкторе внешний вид и способности обоих героев, или купить и запустить готовые наборы спонсоров с ними. Такая вот система сборки боевого билда из RPG. Правда, как будет работать баланс в такой игре пока представить сложно, но некоторую надежду, что это будет как минимум весело, внушает тот факт, что ведущим консультантом Spectre Divide выступил Shroud — один из самых известных киберспортсменов и стримеров в соревновательных шутерах. Всем привет, это GSTV. Сегодня воскресенье, 4 августа 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Студия ElevenBit опубликовала новое видео из серии City Unbound, посвящённых ледяной стратегии Frostpunk 2. И если предыдущие выпуски рассказывали нам о населении, планировании районов и самом мире Frostpunk, то на сей раз речь у разработчиков зашла о самой главной и непредсказуемой опасности в игре — природе человека. Как мы уже знаем, в сиквеле ледниковый период начал понемногу отступать. И пусть морозы всё ещё лютуют, население твёрдо уверено, что поселению больше не грозит скорая гибель. А это значит, что и сплотиться перед лицом общей угрозы наши жители тоже больше не хотят. Напротив, в их умах зреют личные планы и проекты, а для достижения этого индивидуального счастья они будут стремиться создавать партии и фракции, которые должны отстаивать их эгоистические интересы в городском совете. К сожалению, обеспечить счастье каждому — задача трудновыполнимая. И если рубить с плеча в выборе принимаемых законов, одна из фракций непременно получит перевес, а другая неизбежно окажется ущемлена и возмутится. А это, в довесок к природному катаклизму, может и гражданскую войну вызвать. Чтобы не допустить подобного, игроку придётся очень тщательно подходить к выбору своих действий. Кстати, о том, как эти действия нам предстоит совершать, команда Eleven Bit Studios тоже недавно рассказала. Как вы помните, некоторые игроки, получившие возможность прикоснуться непосредственно к геймплею Frostpunk 2 в ходе тестирования, достаточно сильно критиковали неудобный интерфейс игры. Сообщество тогда услышали, и после бета-теста релиз Frostpunk 2 был отложен на два месяца. И вот спустя первый месяц отсрочки, команда поделилась некоторыми внесёнными изменениями. В первую очередь, во Frostpunk 2 было переработано игровое меню, иконки ресурсов и показателей были увеличены, и их распределили по всей верхней панели, а не только сбоку. Появилось новое меню строительства с пятью городскими центрами. И помимо этого, студия также улучшила чёткость и читабельность окон дерева идей и морозных земель. А за оставшееся время до релиза Frostpunk 2, намеченного на 20 сентября, разработчики обещают дополнительно улучшить игровые механики и добавить функцию Zoom Stories, которая позволит наблюдать за жителями вблизи. В Стиме одной из самых востребованных игр снова стал исследовательский космический выживач No Man's Sky. По этому поводу, вместе с торговой площадкой Keys for Gamers и продавцом Fogame мы разыгрываем пять ключей на эту игру. Для участия нужно совершить любую покупку у Fogame без разницы какой стоимостью и оставить номер заказа в нашей группе Telegram. Внимание! Если вы совершите покупку просто на Keys for Gamers, то не сможете участвовать в конкурсе. Важно её сделать конкретно у Fogame. Победители будут определены случайным образом. У этого продавца можно приобрести по хорошей цене любые нашумевшие игры или просто пополнить баланс в Стиме и других сервисах. Не стесняйтесь торговаться, напишите, что вы от GSTV и хотели бы более выгодных условий, и вам наверняка пойдут навстречу. А купить у Fogame есть что. Доступно огромное количество разных игр и карты пополнения для Стима, PlayStation, Xbox и не только. У продавца почти стопроцентный рейтинг. Вы определённо останетесь довольны сервисом. А со стороны Keys for Gamers действует масса удобных способов оплаты. Плюс промокод GSTV даст вам скидку в 20% на всё. Пользуйтесь. Ссылки в описании. Бывший сценарист и продюсер Rockstar Games Лазло Джонс недавно рассказал IGN потрясающую историю о том, как написанная сценаристами религия из GTA чуть было не обрела реальных последователей. Фанаты вселенной наверняка хорошо знают Эпсилон, внутриигровой религиозный культ, последователи которого известны как эпсилонисты. Rockstar в своё время придумали его, чтобы сатирически изобразить саентологию с её современным мессией, стоящим во главе закулисной финансовой пирамиды. Для рекламы GTA San Andreas в 2004 году студия даже создала для этой виртуальной религии, основанной мошенником по имени Крис Формадж, поддельный сайт Epsilon Program. Решение это было признано удачным, и с годами студия добавляла всё новые и новые элементы в программу Эпсилон, расширяя мифологию культа с выходом каждой новой GTA. И вот в один прекрасный момент, во время разработки GTA V, Лазло Джонсон и его рабочий телефон оставили сообщение, в котором женщина, деликатно представившись, сообщила, что представляет последователей программы Эпсилон и хотела бы получить больше подробностей о ней. Причём по тону, которым с ним говорили, Лазло уверился, что это вовсе не шутки фанатов игры, и звонившая ему дама действительно создала в реальной жизни группу, которая следует фальшивой религии, выдуманной для GTA. Правда, как он признаётся, его первой мыслью было то, что им с данным Хаузером, пожалуй, действительно стоит придумать фальшивую религию и сильно разбогатеть на этом. С этим сообщением Джонс отправился прямо в нью-йоркский офис Rockstar. Там, посовещавшись, Джонс и Хаузер удвоили внимание к программе Эпсилон внутри GTA V, создав для неё различные миссии и сцены, которые вращаются вокруг местных жуликоватых клонов-саентологов. Они даже не поленились и написали целую собственную игровую библию под названием Эпсилонский трактат, которую после разделили на части и разбросали по всему игровому миру, чтобы игроки могли их найти и, наконец, получить запрошенную информацию о культе. Многие геймеры, разработчики и журналисты уже несколько дней поражены процессами, происходящими внутри студии Bungie, в которой активно сокращают сотрудников. Сокращение работников традиционно объясняют финансовыми проблемами внутри студии, однако при этом СМИ обнаружили, что руководитель Bungie, Пит Парсонс, в это же самое время потратил больше двух миллионов долларов на покупку классических автомобилей, и при этом около полумиллиона из этой суммы было потрачено именно начиная с момента сокращения в октябре прошлого года. А в сети тем временем активно ходят слухи, что студия приближается к потере автономии, и управляет ей теперь на самом деле CEO из PlayStation Герман Хульст. Журналисты же, в свою очередь ссылаясь на источники, рассказывают, что руководство Bungie завысило финансовые прогнозы студии, оформляя сделку о продаже студии Sony в 2022 году. Так они непосредственно получили более крупные суммы, а вот студия за эти два прошедших года не смогла достичь финансовых целей, обещанных японскому гиганту, из-за чего и попала под сокращение. Теперь же, как утверждает журналист и инсайдер Джефф Грабб, после всех штормовых увольнений, а Bungie только в начале августа уволила аж 220 сотрудников. Компания также скорректировала и планы развития своих проектов. И это значит, что хотя поддержка Destiny 2 и будет продолжаться, но игра теперь станет получать менее крупные контентные обновления, чем было запланировано изначально. В компании, по его словам, даже называют эти апдейты не расширениями, как раньше, а контент-паками. Проект под кодовым названием Payback, который считался следующей Destiny, заморожен. А единственным следующим проектом Bungie станет шутер Marathon, который, возможно, выпустят в 2025 году. В Supermassive Games намекнули, что покажут следующие The Dark Pictures на предстоящем Gamescom. По крайней мере, на днях студия опубликовала в соцсетях иллюстрацию, сопровождаемую надписью «Мы слышали, что на Gamescom будет что-то не из этого мира». До этого единственный на данный момент тизер следующей части The Dark Pictures появился лишь после финальных титров The Devil in Me. В нём-то мы как раз и видели планету в розоватых лучах, как на изображении анонса Gamescom. О предстоящей части, которая будет называться Directive 8020, известно лишь то, что действие игры развернётся в космосе, а сюжет расскажет об экипаже корабля Кассиопея, члены которого сошли с ума и начали убивать друг друга. Напомним, что авторы антологии The Dark Pictures в данный момент занимаются ещё двумя проектами. Выходящие уже 3-го сентября The Casting of Frank Stone и триквелом Little Nightmares, запланированным на 2025-й. Польская студия Destructive Creations анонсировала выход изометрической стратегии 63 Days. Она появится в продаже на всех платформах 26 сентября. Сюжет игры повествует о варшавском восстании 1943 года, которое продолжалось, соответственно, 63 дня и было жестоко подавлено нацистами. Игра, приуроченная к 80-летию этих событий, как вы понимаете, радостной тоже не будет. Описание карточки в Steam гласит «На протяжении всей игры присутствуют насилие, кровь и реалистичное отображение войны». Геймплей на 63 Days — это изометрическая тактическая стратегия в реальном времени, которая поддерживает как одиночный режим, так и онлайн-кооператив. И ещё до того, как полноценная игра осенью появится на ПК, обеих PlayStation и Xbox интересующиеся могут опробовать бесплатную демоверсию тайтла, доступную в Steam. Симулятор Prison Architect 2 опять отложили, причём в этот раз уже на неопределённый срок. Paradox хотела выпустить игру 3 сентября, однако разработчикам в итоге понадобится гораздо больше времени, чтобы улучшить качество контента и производительность симулятора тюрьмы. Поэтому за месяц до релиза компания Paradox Interactive приняла решение вернуть всем покупателям деньги за предзаказы, а обещанные за них бонусы добавить в основную игру, если она, конечно, вообще выйдет. Напоследок создатели поблагодарили фанатов за терпение, и оно у пользователей действительно оказалось мощным, так как это уже третий перенос симулятора. И вполне вероятно, что трудности в этот раз возникли на фоне смены разработчика. Напомним, что сначала сиквелом Prison Architect занималась студия Double Eleven, которая отвечала за франшизу 9 лет. Однако весной она не смогла договориться с Paradox о новых условиях работы, и те в мае передали проект бразильцам CoCo. Как известно, формально студия Obsidian все еще планирует выпустить ролевую игру Avowed в 2024 году. Об этом они, по крайней мере, неоднократно заявляли при любом недавнем общении с журналистами. Однако, если верить Тому Уоррену из The Verge, сведения эти успели устареть, и релиз обещанной RPG во вселенной Pillars of Opportunity теперь состоится только в 2025. Причем журналист настаивает, что решение отложить выпуск игры приняли вовсе не из-за проблемного технического состояния. Напротив, в этом плане у проекта все хорошо — просто издатели решили разгрузить плотную на релизы осень 2024 года. Тем более, что на ноябрь, на который нацеливались представители Obsidian Entertainment, неожиданно сдвинули Stalker 2 Heart в Чернобыль. Журналист утверждает, что Microsoft в скором времени объявит о переносе выхода Avowed, теперь планируя релиз на первые месяцы 2025-го. Возможно, это произойдёт на Gamescom, куда обещали привести ролевую игру. В это время сама студия Obsidian Entertainment ведёт разработку нового, пока ещё не анонсированного проекта. Об этом сообщил недавно присоединившийся к студии арт-директор Дэниел Кабуко. И поскольку ни малейших конкретных деталей об игре пока нет, фанаты отчего-то начали вновь надеяться на новую часть серии Fallout, а в идеале даже на сиквел высокооценённый, в том числе и Тоддом Говардом, Fallout New Vegas, которая пришлась бы очень кстати после успеха сериала от Amazon. Но стоит ли говорить, насколько эта мечта сомнительна по множеству причин? Намного более реальными являются возможные продолжения Pillars of Eternity, Grounded или даже Pentiment — недавнего небольшого, но успешного проекта студии. Правда, дизайн-директор Obsidian Джош Суэр ранее заявлял, что взялся по за Pillars of Eternity, только имея бюджет, сопоставимый с Baldur's Gate 3, что маловероятно. Также не стоит забывать, что Obsidian уже объявляла о начале работы над второй The Outer Worlds. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще — у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV.